Универсиады в Казани как трамплин для Олимпийского Сочи. Сегодня в городе выбирали сотрудников для Оргкомитета зимних игр. Вакансий десятки. Однако есть и те, кто впервые познакомится с организацией события мирового масштаба. Каким критериям должны соответствовать кандидаты, узнавала Екатерина Сударева. Если я попаду в Сочи, то, конечно же, я там куплю каких-нибудь сувениров, чтобы и частичка Сочи тоже осталась. Алексей Вангаев, журналист из Алексеевска, закупает за сувенирами. Открытки, магнитики, а еще и теплые воспоминания. Хочется хранить о работе на универсиаде. Он писал о спортивных соревнованиях для сайта студенческих игр. Теперь же планирует отправиться работать на Олимпиаду в Сочи. Однако, чтобы попасть в Оргкомитет игр 2014, надо сначала пройти отбор. А он весьма жесткий. Самый главный критерий – знание иностранных языков в совершенстве. Обязательно английский. И дополнительно второй – французский, испанский, арабский. С языком у меня немножко сложности. Но я надеюсь, что если у меня будет все точно известно, что возьмут, либо же есть шансы, что возьмут я, конечно же, улучшу свой английский язык. Кроме этого, по словам организаторов, кандидаты должны быть целеустремленными, доброжелательными и стрессоустойчивыми. Всего в Сочи на работу отправятся несколько тысяч человек со всей страны. Особое направление сейчас уделяется транспорту. Там более трех тысяч вакансий открыты. Водители, диспетчеры, транспортные менеджеры. Это организация питания, это размещение, это спорт-продакшн, связанный с обслуживанием различных церемоний, протокол. Первые группы отправятся на работу в Сочи уже в сентябре. А до этого им предстоит обучение. На курсах оргкомитета будут изучать особенности зимних видов спорта, расположение деревни Олимпиады и другие тонкости организации игр. Альбина Батышина, Екатерина Сударева, Айрат Каюмов, Вести, Татарстан.